Всем привет! Сейчас к нам присоединится Тина Кандалаки, ждем ее. Девочки, всем привет! Кто меня не знает, меня зовут Лилит, я бьюти-директор журнала InStyle. И сегодня мы ждем Тину Кандалаки и поговорим с ней о бьюти, о спорте, о красоте. Всем привет! Том. задавайте вопросы мы озвучим все ваши вопросы если что-то хотите узнать у тины у меня поэтому пишите ждем сейчас еще раз мы узнаем где же тина вопрос как ты думаешь когда мы увидимся оффлайн ничего не думаю просто надеюсь что совсем скоро хотя бы летом так тина тина подходит она немножко опаздывает у нее появились срочные дела но она на месте так не вижу так секунду так 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 о чем будем говорить спрашивает юрати граускать я наш главный редактор юрати будем говорить о том что по ее мнению как потребителя и бизнесмена ожидает бить индустрию после пандемии после пандемии ну и вообще о том а как сейчас чувствует себя российский бьюти рынок потому что все наверное уверены что все знают что утины тина совладелица бьюти бренды and sellage который показывает невероятные цифры продаж очень популярен уверены что патчи вы все видели его все видели и даже упробовали об этом будем говорить и ну и тина она прекрасно выглядит в прекрасной форме пример для всех нас 20 минут она успела выложить видео тренировки очень хотим брать с нее пример но пока не получается так что оказалось самым сложным планом плане бьюти ухода на домашней самоизоляции спрашивает злата для меня честно не очень сложно потому что я умею сама делать я прекрасный маникюр что еще чуть больше стала делать массажей масок появилось чуть больше времени встать остальным все так же ну то есть ну не проблема мне как-то переждать без косметологов в общем это не самое страшное что с чем связано это наша изоляция это все мелочи так патчи классные говорит наш главный редактор а мнению главного редактора я думаю мы можем доверять до играть и мне тоже очень нравится патчи вот они у меня здесь собой я решила вам тоже показать особенно янтарные я знаю что еще некоторые очень любят мужские которые с углем я думаю они они вне гендера подходят так что они очень классные они стоят 380 рублей особенно если вы держите в холодильнике правда они так заполняют скажем так неровности мелкие морщинки так тема на подходе не расходимся друзья ждем давайте я вам еще о чем-то раз о чем-нибудь расскажу сдавайте не стесняйтесь о бьюти о спорте о чем хотите вот юрати подтверждает мои слова говорит что она фанат мужских да они правда видимо так сейчас мы тактина на подходе секунду да видимо мужской мужские видимо они добавляют чуть больше активных компонентов поэтому все все говорят что они действуют лучше сколько стоит ли на они стоят 380 рублей примерно за что за за пару патчей вполне вполне доступная цена потому что они лучше всех распиаренных корейских патчей которые которые у нас мы все любим заказывать с iherb так тина вот вот прям секунду да привет тина здравствуйте мы вас заждались а я давно здесь я вам пишу я здесь не видно было вот так что я здесь давно привет как у вас дела как у вас проходит карантин отлично все хорошо хорошая погода вот на улице как видите много у вас поменялось то есть или вы ну как соблюдаете свой прежний режим да нет мои по прямой занятости все креативные совещания перешли в зумы в принципе даже эффективнее потому что благодаря зуму можно не тратить время на дорогу это наверное самое главное вот и благодаря тому что не надо тратить время на дорогу гораздо эффективнее все проходит вы не заметили что месяц народ сидел очень прилежно дома все были все были на подъеме все готовили были в гастромарафонах занимались спортом онлайн а сейчас народ как-то сдулся то есть все устали я это вижу в фейсбуке в телеграме все как-то жалуются ну то есть какая-то нет вы не считаете но я так не очень успеваю следить я по работе так занята что честно говоря не очень слежу в этом смысле за тем кто что пишет в фейсбуке реально если это не по работе но если это не про кино что-то не про сериалы не про спор вот а в этом смысле это нормальная человеческая реакция лилит я думаю что люди реально подустали людям тяжело находиться в замкнутом пространстве у меня это немного другая ситуация я живу за городом я изначально жила за городом и так как я живу за городом понятно что это немного другие условия ты здесь можешь гулять ходить и ты вообще ничего не чувствуешь что ты где-то заперт а люди которые живут в квартирах я понимаю что им очень тяжело потому что конечно находясь в замкнутом пространстве не имея возможности особо гулять ну понятно что люди испытывают дискомфорт это понятно слушайте а если мы говорим вот именно об этой пандемии и бизнесе как вы думаете как поменяются потребительские модели бьюти то есть я бы хотела услышать ваше мнение и как потребительницы и как бизнесмена то есть что вы думаете что станут женщины покупать в первый год что перестанут какие я поняла вопрос я думаю что в большей степени женщины будут уделять внимание домашнему уходу потому что это отчасти будет экономия то есть ты больше ухаживаешь за собой дома и меньше денег будешь тратить на косметолога а вот западными брендами стало сложнее потому что сложнее элементарно все заказывать это все дольше идет на и плюс из-за курсовой разницы все стало в несколько раз дороже вот и будет еще дороже потому что будет переоценка всех товаров и очевидно что в этом смысле у российского появляется больше шансов но я могу сказать что я-то все время про то что ухаживайте ухаживайте еще раз ухаживайте за собой дом потому что у вас появилась прекрасная возможность шикарно и роскошно выглядеть ухаживая за собой дома но в этом смысле все очень зависит от индивидуального опыта индивидуального экспириенса насколько люди к этому готовы вот и но я не знаю я могу сказать что мы сейчас только-только входим в такую новую вообще зону турбулентности когда при вот той цене на нефть которая была все там кричали орали я говорю товарищ спросил они мне говорят что ты волнуешься у тебя что деньги вообще учишься в нефть вкладывала то есть условно говоря конечно там нам все равно там будет она стоить 0 или минус 40 но главная проблема заключается в том что безусловно так как у нас экспорт очень серьезно связан с нефтью то многие вещи в экономике к ней привязаны и если вот такая цена на нефть будет сохраняться то ну понятно что есть запасы прочности и через эти запасы прочности экономику будут подпитывать но условно через года два вот первая сухость во рту ощутится через года два но повторюсь еще раз любые падения они понятно тоже цикличные и вам любой эксперт скажет что даже если экономика упадет и упадет как-то так трагически то он в любом случае поднимется ну не будем говорить о худшем подумаем о лучшем да напрямую с этим связан то есть одной стороны многие российские бренды которые только-только подняли голову они будут естественно но перепрофилироваться у него серьезная проблема связана с тем что ведь его натуры сибирики у миксита большое количество магазинов и так как сейчас эти магазины простаивают я не думаю чтобы все дали эти магазины все сняли арендную плату и дали возможность комфортно выйти из кризиса понятно что с одной стороны многие российские бренды будут испытывать очень серьезные проблемы с другой стороны наоборот востребованность российской косметики будет больше потому что она элементарная если она качественная то она просто чисто технически у меня даже те знакомые которые все время покупали вальмон они сейчас перешли на мою косметику потому что ну знаете вальмон вальмоном качество хорошее деньги другие вот и экономию знаете даже богатые любят как бы ну это вот это правда что в вашем окружении вот явно были дамы которые пользовались лямером лябрери вальмоном и они пробуют и говорят что круто я вот я понимаю что это не не всего списка продуктов средств касается но что-то это не берут для себя лилис но у меня у самой а вот сейчас не лазь программе ешь любви и тренируюсь истинной кандулаки для яндекса она где-то там в первых числах мая стартует и там я впервые показываю свой холодильник с косметикой он как раз за мне другие не нужны у меня все есть у меня у самой ламер и вальмон и австралийские прикольные марки я большая поклонница тачи но например там я показываю в программе на яндексе вот уход по тача тача это супер крутая косметика мне привозят из америки она основана японкой эта японка как бы пропагандирует то что в основе риса есть такие отбеливающие отшелушивающие да 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 и вот типа тача это все на этом вот там например умывание одно это четыре продукта там глубокое умывание при помощи ойла этого масла масло да дальше соответственно масло 2 дальше масло 2 вы можете смешать с пудрой ну то есть там вот четыре этапа сейчас четыре этапа умножайте на средний ценовой чек 35 50 70 вот и вам получится соответственно то что я могу вам предложить за одну бутылочку она просто умноженное на 8 то есть если есть лишние деньги можете купить тачу умножить на 8 как бы да там даже на 10 и 4 за можно умываться то умывайтесь а если таких возможности нету то безусловно ты понимаешь что там у них в основе а у них еще есть там один прикольный продукт и в основе этого продукта есть сейчас забыла у нас то же самое есть это еще один ингредиент короче этот ингредиент один в один он есть у нас в умывалке вот поэтому просто мы не стали делать мRE в можем растянуть линейку условно говоря на четыре составляющих но мы не стали растягивать на четыре составляющие прошу нас просто никто не будет покупать надеюсь один увлажняющий очищающий гель для умывания в этом утку увлажняющим очищающим гель для умывания, там есть все. Там есть а, вот сапонимы, там, короче, состав конский каштан и... А, конслян. Да-да-да-да-да. И у них тоже там то же самое есть. Вот. Ну и можно растянуть на 4. У нас тоже есть внутри масло там риса, сорбитола и производный ксилитола, там, если кто-то понимает. Ну, могу сказать, Валентина Ивановна сделает вот эту умывалку, потом к этой умывалке еще одно масло. К маслу, соответственно, порошок. К порошку еще, соответственно, какой-то продукт, но людей просто разорвет. Я думаю, что сейчас в этом смысле люди, конечно, будут экономить. Кстати, Тачи очень любят Меган Маркл. Да, они еще дружат. Они дружат, поэтому Меган Маркл и основательница Тачи, они близкие подруги. Еще раз повторюсь, я тоже люблю очень хороший бренд. У них сейчас такой прикольный есть праймер новый, вот я его купила. Он шел месяц, вот он пришел. Просто это все, вот, не знаю, можете даже на сайт зайти. Это для богатых. Ну, то есть это россиянка, средняя, себе никогда позволить не сможет. Нет, конечно. Постоянно на Тачи. Это не про это. Я же что предлагаю? Я хотела создать косметику, которая однозначно всем докажет и покажет, что российское качество, оно может не уступать абсолютно западному. Эти времена, когда мы считали, что там и небо синее, и вода как бы, да, там свежая, но они закончились. Мы тоже здесь все можем делать. У нас, кстати, на самом деле, самая главная проблема даже не в продукте, а в упаковке. Вот с упаковкой здесь проблема, здесь нет заводов, которые производят классную упаковку. Поэтому маркетировать и быстро, как бы, да, там делать новый продукт не можем даже с точки зрения упаковки. То есть мы очень быстро можем создать формулу. У нас, например, там в тестах огромное количество продуктов, но вот от теста к да, как бы реально продукту это большое время занимает, потому что его надо произвести. С производством проблемы нет. Банки заказывают в Китае и в Польше. А ингредиенты вы у вас откуда? Европейские, корейские? У нас ингредиенты европейские, у нас ингредиенты российские. Там, знаете как, там каждый год на ярмарке есть, ну вот есть известные специалисты в ярмарке, где каждый раз появляется какой-то там мега-хит. Вот, например, там был момент, была формула SVT-7. И вот, соответственно, была формула SVT-7, и мы ее купили. Ну, то есть, Валентина Ивановна, наш технолог Деменко, она следит за тем, что появляется в мире клевое и прикольное, и мы это клевое и прикольное Лилифт покупаем. А вот вы сказали о том, что разной ценовой категории. Если мы берем одинаковую ценовую категорию, вам не кажется, что в сознании людей есть такое, что лучше купить условно корейское, да, то уже на те же там тысячи рублей корейское, ну или какие-то Лореаль Париж, Горгея, подобные бренды, чем российское. То есть уровень доверия, он совсем низок. Да, вы абсолютно правы. Это связано в первую очередь с маркетингом. Все очень просто. Ну, например, мы когда были в Китае с моим партнером Линдой Гусевой, мы скупили вообще все. Там в Китае есть большие магазины, там можно купить всю корейскую, косметику, все-все-все. Кто был, я знаю. Короче, не было ничего, что я не купила. Я просто оттуда вывезла чемоданом и косметику. И мы стали эту косметику разбирать. Ну, во-первых, я никого ни в чем убеждать не хочу, и приведу простой пример. У меня есть любимое выступление крутой парикмахерши на Тедкоме, и она рассказывает, что, вы знаете, она афроамериканка, и она рассказывает, говорит, вы знаете, так классно, вот раньше, как это было несправедливо, не было шампуня для вот наших волос. А теперь есть супер шампунь, и это вот только для афро, это невероятно крутой шампунь для афро, и вот она его показывает. Значит, я хочу сказать всем, кто пользуется корейской косметикой, что, в принципе, вы можете к ней добавить шампунь афро. Он тоже очень хороший шампунь, и вот все, кто афро, им очень приходит шампунь афро, и вы тоже можете попробовать. Но другое дело, что к вам это не имеет никакого отношения, особенно если дело касается русских женщин, и никакие ваши задачи этот шампунь не решает. Вот. Но, в принципе, можно пользоваться. Так и корейская косметика. Если быть откровенной и говорить правду, то корейская косметика, она на вас вообще никак не действует. То есть вы можете ее покупать, вы можете ей пользоваться. Будет ли у вас эффект? Нет, ноль эффект. Почему? Потому что корейская косметика рассчитана на определенные климатические условия. Например, вот не все знают, кто в Китае летает, вот там знают ребята, что Аэрофлот великая компания, которая, например, в том же Тянджине садится. Не все авиакомпании, например, в Тянджине садятся. Почему? Потому что у них все время дичащий смог. И, то есть они все время, вот, кстати, к слову о масках, я когда туда прилетела, я впервые обратила внимание, что они все ходят днем в масках просто. Это было еще там три года тому назад. Два-три года тому назад. И у них косметика, конечно, в первую очередь должна решать задачи следующие. У них невероятная влажность, невероятно касается и Кореи, и все то же самое. То есть им, во-первых, нужен такой, как бы, защитный окклюзивный слой на лице. Им нужна вот эта окклюзия. Им наши задачи решать не надо. У нас задача очень простая. Это сейчас особенно очень чувствуется, даже несмотря на то, что весна. У нас резкие перепады температуры. Там ты на улице в минус 20, а заходишь в помещение плюс 24. Я вот не знаю, вы обратили или нет. Я Линде говорю, слушай, я говорю, у меня такого никогда не было. Из-за того, что все равно вот сижу дома, у меня патчи для губ, я за вечер, когда сериал смотрю, по два раза использую. То есть я патчи для губ делаю, в них вложусь, потом, соответственно, понимаю, что они присохли просто. Снимаю. И у нас основная задача это справиться с сухостью, потому что у нас кожа очень быстро сушится. У нас мелкоморщинистый тип старения. Из-за сухости появляется большое количество мелких морщин. Какое-то отношение имеет к южнокорейской косметике. У них этой проблемы нет вообще. У них совсем другой тип лица, совсем другой тип старения. Но и толщина тоже другая. Самоустроение тоже. Поэтому, но когда, это просто чисто рекламная история, когда был подписан договор по ВТО, было принято решение, что в нашей стране западная косметика может сертифицироваться по цене российской косметики. Что это значит на практике? То, что условно к вам приходит любая косметика, любой шланг может прийти, и он сертифицируется очень быстро, очень легко. И это просто невероятные условия, которых нигде в мире нет. Но я могу вам вести пример. Если вы понимаете, о чем я, то прежде чем начать продажи в Америке, нам нужно было в Америке получить некое разрешение ФДА, так называемое. Да, конечно. Да, конечно. Да, да, да. И они там просто пока по частям не разберутся. Несколько месяцев. Длилось, длилось, длилось. Никто ничего не обещал. То есть, как бы, да, там вот, ну, пойдете, пройдете. Мы еле-еле, значит, соответственно, выдохнули. И, ну, понятно, как бы, в силу того, что хороший состав, мы прошли. Здесь всего этого нет. Здесь вы в Корее там начали что-то делать, уже здесь продаете. И для них мы, конечно, невероятный рынок в этом смысле. Потому что, например, даже многие бренды, которые я видела там, их здесь даже нет. Потому что это дорогие бренды, крутые бренды. Они сюда везут все, что подешевле. И в целом, в этом смысле, заканчивая свой монолог, я могу сказать, что дорогие сограждане, конечно, реклама творит чудеса. И иногда нам кажется, что волшебный обурец решает, как бы, проблемы остеохондроза. Но, к сожалению, жизнь, она немножко по-другому устроена. И огурец остеохондроз не спасает. Так как и, собственно говоря, корейская косметика, еще раз подчеркну, никакой пользы коже россиянке принести не может. Знаете, если вы туда переехали, вы адаптировались, это одно. Вот я пример, я как человек, который поменял страну. У меня, например, всю жизнь, в детстве был гайморит. И тогда было такое мумиё в моем детстве. Вот доставали мумиё, варили, закапывали, лечили меня. И, Лилит, я так мучилась, что только мне не делали. То есть каждый год только холода. У меня, значит, это несчастный гайморит. Я вот переехала в Россию, тогда ни денег, ни возможности, ничего не было. У меня гайморит прошел. И мне врачи объясняли, что такое иногда бывает, что видоизменения организма адаптируются к новым климатическим условиям, и могут какие-то болезни исчезать, а какие-то появляться. У кого-то аллергии могут появляться и так далее. Абсолютно. У меня то же самое. Как вы понимаете, я тоже переехала в Россию. У меня тоже все детство были бронхиты, и переезд в Россию тоже просто без всяких вмешательств, как рукой снимала все это. Вот вам, пожалуйста, вот как бы, да, там. И вот все то же самое здесь. Если вы уедете, жить в Южную Корею, конечно, рано или поздно южнокорейская косметика, потому что вы начнете адаптироваться, вы начнете все меняться. Там через 10 лет, наверное, вам будет подходить больше, чем российское. Но если вы живете в России, ну, я повторюсь, затанчиваю свою монологию, есть шампунь Афро, идите дальше. Я все время говорю, я когда особенно, знаете, захожу в золотое яблоко, я всегда, это мой любимый разговор с продавщицами. Я говорю, а из чего состава? А что там? А чего там? А вообще никто ничего не понимает, не знает. Ну, как бы оно висит такое. Их много, они дешевые. Я даже из Японии сейчас, у меня большой был завоз косметики из Японии, Лилит. Ну, это просто шапито какое-то. То есть, и главное, оно, я уверена, у них есть супердорогие бренды. И они Worldwide бренды. Там тоже Канеба, например. Ну, оно как бы крутое, дорогое, ты выбираешь там Канебу. Да. Я вот позвольте, я добавлю. Я хотела сказать, что, ну, ради справедливости отмечу, что если мы говорим об азиатской косметике, наверное, уровень, который Upper Middle, он, то, что продается в Европе, они его подстраивают, конечно, под потребности европейских женщин. А весь масс-маркет, более-менее недорогая косметика, она, ну, их местная, они ее не адаптируют под реалии европеек. И если мы говорим, условно, о, не знаю, Леде Пу, Сенсай, конечно, это, ну, это суперклассная косметика. Ну, я вам, конечно, скажу, да, она у меня тоже есть. Я очень люблю. У них патчи хуже. У них патчи, я вот помню, Сенсей пошла, купила патчи, что 80 евро в Европе, 10 штук. Ну, то есть, там нет... Нет, это все, конечно, это все очень дорого, это не все могут позволить, но только такой уровень они адаптируются под... Но я не буду, как бы, говорить, ребят, что, например, вот у них есть, я всегда говорю, крем. Вот у нас я свой крем обожаю. Сегодня с утра муж смотрю, все время мой крем ворует, все время мажется. Я говорю, хватит нас с моим, вон там есть, Бальмон, Ламер, намажься. Он говорит, так хорошо, так меня освежит. Я твой люблю. Мы в холодильнике такой холодный, свежий. Вот, но я при этом знаю большое количество людей, которые обожают там сенсей, там, условно говоря, не знаю, ну, вот крем фондейшен у них очень хороший, там, у них очень хороший декор, у них прекрасная основа под макияж, там, сияние. Ну, да, да, но это все стоит в пять раз дороже, поэтому... Да, у них есть там замечательный, там, условно говоря, синг-крем у них есть, очень хороший, там, под 9 тысяч рублей стоит. То есть, это все очень хорошо, и это все есть. И, конечно, там, даже сенсей или шисейда, например, возьмите, тоже, как бы, я очень уважаю этот бренд, это прекрасный бренд, но просто это стоит других денег, и повторюсь, но вообще, если совсем, это не принято говорить в индустрии, но если уж идти, как бы, честно и до конца, я вам скажу такую вещь. Крем, это всегда самая высокомаржинальная позиция в бренде. Кто какую сказку придумает, тот такую сказку и расскажет. Значит, вот я за что люблю, например, там тот же Ламер? Мне эта тема близка, человек попал в аварию. Да, абсолютно. У него были ожоги серьезные, и у него реально много позиций связано с тем, что он решал проблему ожогов. Это офигенная тема, потому что если у тебя на лице какие-то появляются пятна, ожоги от солнца, там, я не знаю, какие-то шрамы или что-то, ты всегда вспоминаешь про Ламер, если у тебя есть такие деньги, потому что знаешь, что у него в составе точно есть вот эта формула, для него это было важно. Но в целом, если бы не его личная история такая, знаете, что крем, это самая высокомаржинальная позиция, в ней можно добавить 200-300 процентов накрутки. И когда вы покупаете крем за 15 тысяч рублей, помните, что ну, стоимость самого крема от этой суммы, ну, реально, она очень маленькая. А вот как бы бренд и наценка очень большая. Поэтому у меня был, я много раз эту историю приводила, у меня был такой спор и такой конфликт с косметологом, который любит Вальмон. Я тоже люблю Вальмон. Вальмон офигенная косметика. Но когда ты за маску даешь, сколько она, 15 тысяч стоит? Я не знаю. 15, да, ну, 13 маленькая, да. Короче, я купила эту маску. Ну, думаю, сейчас надо все попробовать тоже, когда я все покупала. И она хорошая. Она, кстати, у меня есть три любимые маски, которые я люблю. Это моя, это есть одна корейская маска, это единственное, что я из этой корейской косметики вынесла. У нее есть в основе вьетнамская сетка. Это такие вот, ну, как сказать, нити, лили. Когда ты делаешь эту маску, у меня Линда ее сделала, то есть она вышла, сотрудники испугались, как будто Линда помолодела, лет на 10 пластику сделала. Этот эффект длится три часа, три-четыре. Это алятпирование? Не тайпирование, нет. Это вот просто вы эту маску делаете. Она такая, ощущение, гидрогель. Причем не как у нас такой живой, а такой немного химический, как вот они любят корейцы. И вот этот гидрогель, он такой на какой-то плотной основе. Ты вот ее делаешь, и потом она вот так вот реально тебе лицо, и за счет этих прутьев, ну, как бы, нити поднимает. Мы исследовали эту тему, эти нити просто очень дорого везти из Вьетнама. Вот это единственное, что у них, я потом очень много спорила, мне девчонки привозили из Голливуда маски, например, вы знаете, red carpet, то, что перед красной дорожкой все стилисты делают соответственно, все стилисты делают звездам, чтобы ну, лицо было в форме, и там все подтянулось, и было красиво. Вот эта маска номер один, никакой red carpet, ничего, вот я ничего лучше не видела. Если вы хотите, чтобы у вас было помолодевшее лицо, это суперэффект, через как бы час вы его увидите. Вот эта маска, моя маска, и, короче, вальмон, она реально хорошая, у нее хорошая основа. Слушайте, ну, это невозможно дома ее наклеить. Ты пока ее достал, открыл, она у тебя вся, соответственно, порвалась, ты потом ее как-то еле-еле-еле собираешь. Ну, слушайте, ну, это не смешно. То есть, вот мы когда делали маску Enceladge, мы долго думали, ее невозможно ли, нету такого саше, чтобы ее сделать одним блинчиком. Вы же обращали внимание? Да. Если вы мою маску пользуетесь, вы, наверное, видите, да, что она не одинаковая. То есть, иногда там глаза по-разному. Почему? Потому что ее вручную, как блины, ну, как бы ее вот так вот варят. Ну, как бы это объяснить. То есть, из конуса выдавливается состав. Человек стоит с вот таким вот, как бы, да, там, условно, формочкой. Да. В формочку заливается маска, он вот так вот эту формочку крутит, чтобы состав лег на форму. И мы когда делали, я говорю, слушайте, ну, вот так вот, если клеить, ну, неудобно будет, все, вальдайте вот так. И потом вот так вот наклеиваешь, и просто сразу нужно лечь. Десять минутка лежать. Через десять минут можешь с моей маской ходить. И мы долго тренировались с этим юзер-экспириенсом, как же это будет в жизни удобно наклеить, как бы, и ходить, или лежать. Потому что, если тебе маску самому на себя не наклеить, я прекрасно клею клиентам. Я говорю, вы, конечно, прекрасно клеите клиентам. Я тоже могу все, что хочешь, наклеить. Того, кто лежит передо мной. Но вопрос же в другом. Вопрос в том, могу ли я наклеить это себе сама. Вот, как бы, да, там это проблема. Поэтому в этом смысле вальмон хорошая маска, но, к сожалению, для такой цены это очень, ну, скажем так, рискованно покупать. Я бы не хотела что-то покупать за 15 тысяч, и потом, чтобы оно у меня рвалось по дороге. Знаете, я не настолько богата. Я думаю, мало кто из тех, кто покупает вальмон, это мурат. Ну, тут еще, наверное, конечно, психологический аспект важен. Да, люди хотят прикоснуться вот к какому-то лакшери, да. То есть они думают, что так они становятся лучшим. Одни... Такое всех тоже важно. Что касается лица, ну, это неправда. Это вранье тоже. Дорогие друзья, к сожалению, вот я сейчас дала генетические тесты. Ну, пришел вот такой огромный, как говорят в Белеси, дафтар. То есть, ну, такой документ большой, что значит там мне можно, нельзя, какие у меня там склонности, к чему и как. Но я вам на это могу сказать. Во-первых, если вы неправильно питаетесь, то что бы вы там на себя не клеили, хоть вальмон, хоть в энселоджи, хоть сенсей, хоть шисей, да вам это не поможет. Это вранье. Ну, то есть у меня и клиника, у меня и марка, я и питаюсь, я про это, правда, знаю больше других людей. То есть есть как бы определенные вещи. Первое. Мы то, что мы едим, к сожалению, это правда, это дико бесит, это дико раздражает, это, ну, прям вот, ну, это не хочется в этой правде смотреть в глаза, потому что она очень суровая. Но правда такая, что все зависит от того, чего вы едите. То есть если вы неправильно питаетесь, что хотите на себя мажете, вам это не поможет. Все равно будет, как бы, да, там кожа хуже, чем она могла быть. Да, правда, абсолютно. Если вы начали правильно питаться, дальше начинаются элементарные вещи. Хоть бабушку Агафью идите, купите, вообще неважно, лишь бы была более-менее приличная косметика, посмотрите на состав. Надо переходить к рутине. Рутина – это когда вы каждый день обязательно, значит, ну, вот, мир рухнет, но вы свою, как бы, да, там, процедуру сделали. У нас, ну, так как, соответственно, карантин, там, редкая возможность. Все равно там есть соседи, есть друзья, кто тоже вот так же, как и мы, там, напротив сидят, не выходит ничего, но уже хоть вечером с кем-то поговорить. И были друзья допоздна, там, редкий случай в моей жизни, так приятно, что, знаете, хотя бы вот друзья там допоздна. Я же рано встаю обычно вне карантинное время. И я реально уснула в конце, то есть, потому что я после двух, ну, два – это вот мой патолог, я могу выдержать. И муж меня, значит, поднял наверх и хотел уложить спать. Я открою глаз, говорю, я не смыла тушь. Он говорит, слушай, угомонись, усни уже, ну, успокойся, утром смышь. Я говорю, нет, ты что, я не могу. Я встала, проснулась, все сделала, что я делала обычно, намазала кремом, вот так вот уснула. То есть, для меня это вот табу, я вот чтобы уснула в креме, в пудре или там, где-то в туши. Или это, да. То есть, дальше начинается рутина. Как вы справляетесь с рутиной? Сейчас, как бы, условно говоря, на карантине. Что у меня из роскошной виноградной пилинги? Я свой пилинг обожаю, я всем его рекомендую. Есть другие пилинги, я тоже импортными, разными там, итальянскими пользуюсь. Есть как бы, у нас неплохие позиции, там, я отечественные бренды, другие, тоже исследуют. То есть, очень важно делать, хотя бы раз в неделю, такой легкий пилинг, который не, когда у тебя там, все лицо краснеет, ты должен лежать, там, как косметолог. Да. Он легенький, сделали пилинг, потом мусс нанесли, муа, легли спать. Все. То есть, один день пилинг, один день маска, один день хороший увлажняющий крем, один день какая-нибудь маска глиняная. Вот я тоже, в Ешь, Люби, тренируюсь с стеной кандалаги, показала. Вот есть шикарная маска у Ёнки, вот, кстати, тоже очень рекомендую. Не самая дорогая косметика, но очень рабочая. Вот там, у них зеленую маску пол лица сделала, их маску очищающую глиняную, и пол лица австралийскую сделала, из австралийской глины они это называют. Не знаю, уже насколько она австралийская, но ничего там, высветляет, вычищает так лицо. Вот. Каждый день что-то можно делать, и можно точно найти себе продукты по своему чеку. Мне всегда говорят, вы вот не понимаете у женщин, ну, как вообще по стороне рот, о какой косметике идет речь, я всегда на это отвечала. Слушайте, ну, я разные этапы жизни прожила, и у меня были этапы, когда у меня не было вообще денег на косметику. То есть, я была, ну, как бы, я очень нуждалась, но у меня там, что крем не вея, что хозяйственное мыло, что неважно, первые, самые дешевые тоники, были всегда. И мне не важно было, чем я лицо умывала, я его умывала. Поэтому я всегда людям говорю, если вы реально будете это делать самым, самым, самым дешевым продуктом на свете, то когда у вас появятся деньги на дорогую косметику, вы это будете продолжать делать. Если вы это не делаете, и говорите, что у меня нет на это денег, значит, даже если они у вас появятся, а скорее всего, судя по тому, что вы уже как бы, да, находите миллион причин, почему шло-то не должно произойти, и ищете причину не в себе, то они у вас вряд ли появятся, но если они вдруг у вас появятся, вы все равно ничего не будете делать. Потому что это не вопрос денег, это вопрос воли и характера. Кстати, этот народ пишет про любимое средство Enceladgy, вы сказали про то, что ваш муж пользуется вашим кремом на средствах холодильника. Хочу отметить, очень благодарна, что ваш крем с помпой, что не нужно лезть пальцами. Это вот каждый раз, хотя все кремы прилагаются с лопаточкой, ну, будем честны, мало кто пользуется этой лопаточкой. Я вот могу, я просто, Лилит, сейчас в бану не хочу подниматься, вот даже тача пришла, и вот такой какой-то типа монетки, вот штука, что это туфта полная. Никто не пользуется, все лезут пальцами, это все дополнительные микробы, ничего хорошего мы не имеем. А помпа, то есть я не понимаю, почему помпа это редкость, то есть все кремы, ну, большая часть классных кремов, они не с помпой. Я это реально не понимаю, Лили. Знаете, это иногда бывает, когда это большая компания, это же целая история утвердить новую банку. Они утвердили эту банку 10 лет назад. И вот эта банка у них идет и идет. А уже в мире 287 раз проведены исследования, все все поняли и все все узнали, что, конечно, если это не помпа, вы каждый раз открываете, каждый раз, вы же руки не... Ну, конечно, да. 289 раз стерилизовать и чистить. А так, соответственно, вы взяли пальцем, залезли, вылезли. То есть, ну, как бы реально, конечно, ничего хорошего с кремом в такой момент не происходит. Это очевидно. Поэтому мы когда начинали, это моя была идея. Мы вначале даже не помпу сделали. У нас была такая, ну, банка была покрыта на такой прорезиненной, ну, как бы, прорезиненную составу. И было такое, знаете, такой тоннельчик. И надо было пальцем вот так вот разглаживать, выдавливать крем. Но это французы нам сделали. И были жалобы, потому что не везде у клиентов получалось, как бы, правильно, равномерно выдавливать. И надо было просто или очень большой заказ размещать, чтобы приехать и французов драть и требовать делать так, как нам надо. Или же, как бы, перенести это до лучших времен. Поэтому мы нашли вот такое, как бы, решение вот у китайцев. И заказали такие банки. И теперь, ну, как бы, пользуемся такими банками. Но для нас это принципиальная история, потому что я сама не люблю. Я сама... Мне это дико раздражает, когда вот пальцем. И стараюсь все продукты, которые мы делаем, чтобы не было вот такого прямого соприкосновения с рукой и с воздухом. У меня вопрос. Рынок, он, правда, сейчас переполнен, да? Ну, есть все. Все, что хочешь, любой ценовой категории, любого цвета в любой банке. А есть ли какой-то вот продукт, чего вам здесь-то не хватает? Ну, то есть, что вообще вот на бьюти-рынке? Какая ниша еще не заполнена? То есть, может быть, что-то и что-то хочется? Ну, отвечу, Лили, так как я говорю, вот я покажу, у меня гаджетов дома дофига. Да, я вижу, я все время делаю скриншоты, когда вы показываете свой холодильник. А у меня много, у меня очень много чего, поэтому, ну, как бы я понимаю, о чем идет речь. Знаете, вот я поняла, что очень не хватает на карантине, если есть деньги, это сейчас про тех, у кого есть такие возможности, аппаратных процедур. И при всем, при том, что я не самый большой фанат аппаратной косметики, аппаратной косметологии, вот не хватает. И я тут на карантине открыла, мне подарили очки. Очки, которые массируют, вот, ну, как бы верхнюю часть лица, ну, скажем так, глазную часть. И это такой кайф там. Мы же можем назвать, это Борк, наверное, да? Вы про Борк? Нет, это не Борк. Нет, это не Борк. Я сейчас вам скажу, что это, момент, если хотите знать марку. У Борка нет такого, ну, чтобы классный был такой аппарат. У Борка неплохой очень, он даже не здесь у меня лежит, нет. У Борка очень неплохой тренажер для шеи. Очень всем рекомендую массажер, потому что мы все сидим в телефоне, из-за того, что мы все время сидим в телефоне, у нас вот здесь накапливается неправильно усталость и застой. Если, как бы, есть деньги, вот, отборка массажер рекомендую, я им почти каждый день пользуюсь. А это массажер для глаз, я могучий. Стоит он 12 тысяч. Вот. Это инновационный массажер для глаз. Вот. Очень крутая штука. 360 баллов с покупки получаете. Где ты, вот, мне, у меня товарищ просто зашел, он у меня дома тоже увидел, говорит, я тоже такую штуку хочу. Ну, то есть, это больше про релакс такой, да? То есть, это не про... Это и вообще, вот эти зоны все, вот, понимаете, вот я записывала, показывала массаж по линиям лангера. Вот. У нас же начинается, мы открываем школу красоты. Вот, это был мой следующий вопрос. Да. Да, мы открываем школу красоты, и там как раз вот первая тема будет массаж лица. Вот я про него много показывала и рассказывала, и вот, например, тоже там про фейслифтинг говорят, все, ну, ребят, там одним фейслифтингом вы далеко не уедете, но когда условно ничего делать не можешь и понимаешь, что сидишь дома, понятно, что лучше, если ты будешь как бы, да, там, по линиям лангера все прорабатывать, чем не будешь. Или, например, там на голове вот эти точки, вот, пожалуйста, по 25 раз здесь, 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 там, условно, по 3 раза в день тоже хорошо. То есть, ну, как сказать, вообще хорошо всегда keep doing, всегда хорошо что-то делать, чем не делать. Поэтому, ну, вот этот массажер, он хорошо очень про, скажем так, он хорошо может размассировать вот эту часть, но очень аккуратно, если у вас там стоят филеры какие-то. ну, это всегда, понятно, да? Да, если вы только сделали уколы там до карантина, то есть тоже аккуратнее, потому что все это очень такое, как бы сказать, сегодня столько появилось возможностей, что иногда женщины сходят с ума и начинают делать все подряд. Иногда то, что они делают, взаимоисключают друг друга. Поэтому четко разберитесь, что вы делаете, зачем вы делаете и надо ли вам это делать, вот, и только потом принимайте решение. Но у меня вот именно вот здесь как бы, да, там нет никакого сейчас препарата, поэтому мне можно, я его надеваю, ложусь и полностью кайфую. Сейчас еще Степнова слушаю хирурга. У меня для разных случаев жизни разный контент. Когда я на велосипеде, я смотрю, сейчас сериал совсем уже на карантине, видимо, двинулась. Офигенный сериал рекомендую 0-0-0. Я написала рецензию на Яндекс.Дзене, это просто новый крестный отец, это вы должны это увидеть. А сейчас, значит, ударилась в сказку, а я люблю сказки очень. Вот знаете, вот вся тупость Аквамена, она меня очень расстроила, а я очень люблю сказки про водный мир. И что-то я давно на Сирену смотрела, и думаю, наверное, какая-то тупость. Но очень милая тупость, сериал Сирена, причем они сделали несколько сезонов про русалочку, живущую среди нас. Вот. И, значит, смотрю эту русалочку вот на велосипеде, когда тренируюсь. Вот. Слушаю Степнову, когда в наушниках. Ну и еще какие-то другие вещи делаю. Кстати, вы не пробовали паровые японские маски? Они очень классные, то есть они, когда их наклеиваешь, они нагреваются, там лаванда и соль и очень расслабляет. А я вам на это скажу, тут зачем тебе паровые маски? Ну, конечно, дома можно все это сделать. Ну, конечно. Полотенце просто берете, соответственно, возьмите, я вам скажу, как это можно сделать, интересно очень. Вы берете очень в емке много позиций прикольных, вот с лавандой совсем. У них есть такой специальный спрей. И вначале готовите лицо, ну, почистили там все позиции. Это есть. Этим спреем лицо подготовили и берете горячие компрессы. Ну, только лицо не сожгите, там нормальная температура. Полотенце сюда, полотенце сюда, полотенце в зависимости от того, там, боитесь глаза закрывать или нет. Разбарили классно лицо. Опять еще раз вот этой водой прошлись. И потом зеленую маску делайте, очищающую, и все, я беру ваших ног. Просто в емке, вот все, кто любит такие отдушки а-ля лавандовые, там вот очень много таких запахов разных. И для вас это вот прям находка. У меня еще вообще отдельно есть масла, целый чемодан масел. Я все скупила. Вот. И я вот очень люблю масло лимона, там, масло кориандра. Я могу даже вечером помимо крема просто на себя намазать. И ногти все время разными маслами я люблю. Да, ухаживать тоже. Про вашу школу, Тина, это что? Это вы хотите бьюти просветить в бьюти плане населения? То есть, ну, какая цель? А это та как бы ожидаемое открытие бренда. То есть, Encelogy, это же зонтичный бренд. И, соответственно, мы делаем разные проекты. Ну, то есть, вот у нас есть косметика. Окей. Но если у нас есть косметика, логично же, правда, просвещать людей. То есть, о какой косметике пользоваться, о как за собой ухаживать. И вы справедливо сказали, что косметика не работает сама по себе. Косметика работает только в купе. И, безусловно, люди хотят понимать, что и как. Ну, например, я вот угораю, там разные люди делают мне замечания там по поводу фигуры, а вот так, не так, наперекосяк. Я могу сказать абсолютно точно. Вот у меня, например, я сейчас генетические тесты подтвердили, у меня очень замедленный обмен веществ. Ну, то есть, это вот, чтобы мне быть там 56, мне надо просто убиваться. То есть, мне вообще надо есть минимально. Если я буду есть вот так вот минимально, например, да, я усушусь, но состояние, это же еще важно, что когда ты каждый день тренируешься, очень важно, какое твое состояние эмоциональное, психическое, физическое. У меня вот, Миша сейчас, мы эксперимент провели, он, соответственно, месяц на карантине, девушки нету, не пьет, значит, ну, понятно, не курит, только занимается и в 9 часов ложится спать. Я говорю, брат, расскажи, что там вот за этим буйком? Он мне говорит, ты не представляешь, потому что, понятно, тебе addicted. То есть, он должен быть на чем-то. То есть, если вы не сидите, слава богу, на наркотиках, а сидите на спорте, все равно там время от времени вам хочется и что-то мило, вам хочется и чего-то там, вам чего-то должно хотеться, потому что если вам перестает что-то хотеться, все это очень плохо может закончиться. И, например, как бы, да, там у меня есть лишние килограммы там на теле, и понятно, что живот всегда может быть тоньше. Я так сложена, что у меня, ну, никогда не было. У моей дочки талия 60, у нее 60-90, она родилась с такими пропорциями. Вот, Лилит, может есть, может поправляться. Так, ну, это конституция тела. Да, такая конституция тела, модельная фигура. Вот у нее вот такая вот талия и вот, соответственно, попа. Ну, вот и все. И даже когда она поправляется, неважно что-то, говорит, я поправилась, я говорю, деточка, ты хоть поправилась, хоть похудела, у тебя пропорция божественная. У меня ее никогда не было, у меня все равно вот такой, я как бы прямая. Но к чему я говорю, к чему мой монолог? Из-за того, что я так питаюсь и тренируюсь, ну, я могу вам сказать, что это не скромно звучит, но не было человека, который не тронув меня, вот не потрогал мою кожу и сказал мне, боже, что ты делаешь? Ну, вот реально. То есть у меня качество кожи, тугар кожи, ну, там вот сама, как бы, да, там кожа, вот ее ощущение от нее, тактильность, очень хорошего состояния. Ну, это там по лицу все равно, те, кто меня видят, они тоже там даже через экран понимают. Очень гладкая кожа, у меня нет прыщей, у меня нет никаких бугристостей, ничего. Почему? Потому что это реально питание, это реально регулярные тренировки. То есть здесь вот вопрос, что вы хотите? То есть здесь я захочу выступить на мисс бикини, ну, понятно, надо будет принципиально там все поменять, ужесточить и там реально там урезать просто вдвое то, что я ем. Но я тогда просто в какой-то момент реально буду очень счастливым человеком. А есть я очень люблю. Я люблю есть, и я люблю есть, слава богу, приучила себя есть правильно, но я считаю, что еда это одно из самых главных удовольствий, и себе точно в этом не стоит отказывать. А вы приучили, то есть на каком основании, то есть вы себе дали установку, что не нужно есть так много теста, ну, то есть как вам дается? Я умею готовить, Лилит, я же все время выкладываю, я умею готовить. Не, я это вижу, ну, как бы у вас семья, то есть там грузинская кухня, вот хачапури, вчера были гости, есть правило, пьешь, не жрешь, жрешь, не пьешь, то есть условно, если хочешь выпить, не ешь, если хочешь поесть, не пей, но это первое правило, Второе правило, ну да, я вот от мучного отказалась, там я его не ем, но при этом я знаю рецепты бламанже, которые можно есть абсолютно спокойно на творожной основе, то есть если я молочку чуть-чуть подубавляю, там понятно, все равно на белке тяжеловато, белок как бы нет там, ты не миксовался овощами и длинными углеводами, все равно белок-белок, вот, а, например, когда я там не на белке совсем, то я, конечно, немного в другом состоянии, потому что можно творожные какие-то делать рецепты, запеканки, это очень вкусно, вот я говорю, я много чего сейчас показала на карантине, и еще покажу в программе, это все простое, то есть, ребят, я там не рассказывала, как условно готовить рыбу в сычуанском соусе с паверой, да, как бы, да, не знаю, там подавать на листе, там, не знаю, папируса, там все очень просто, очень, я вот максимально просто, вы знаете, я исходила из того, что если там у женщины зарплата плюс-минус 60 тысяч рублей, чтобы она могла позволить себе мой рецепт, ну, простите, лосось в магазине, в нашей стране все могут купить, мы рыбная страна, дальше, соответственно, ну, творог взять и сделать, знаете, я такую очень крутую запеканку умею делать, и она очень полезная, ты наберешь в горшочек, а он будет этот рецепт, ешь любви и тренируйся, берешь в этот горшочек слой рыбы, слой, соответственно, творог, слой рыбы, слой творог, слой рыбы, слой творог, а сверху пармезан, вот такой, ну, а-ля жульен запеканка получается, его поела, потом вообще, какое-то время пройду, вообще не думаешь, это очень вкусно, очень полезно, и очень круто. То есть, вы себя, когда за столом, когда люди едят торты, пирожные, хачапури, вы спокойно сидите, едите кусочек мяса, то есть, у вас есть соблазнность, вы не такой, ой, вот бы я себе кусочек, такого нет. Нет, такого нет, такого реально нет, я нормально, я к этому привыкла, вот. У вас есть еще время вопросы почитать? Ну, если только очень коротко, меня на совещание уже зовут. Сейчас посмотрим, какой-нибудь самый интересный вопрос, выберем. Давайте, давайте на ваше усмотрение все, что хотите спрашивайте. Ну, люди спрашивают про любимые, про патчи, хватит патчи, массажер той же фирмы, все есть, онлайн, книгу читали. Я там видела, например, кто-то говорит, там, у меня были, там, я могу ответить, ребят, потому что я все тестирую на себе. У меня, например, на черные патчи реакция гораздо лучше, чем, например, на обычные патчи с янтарем. И здесь надо просто помнить одну простую вещь. Я же не могу вас проконтролировать. Я не знаю, вы держали их 5 минут или вы держали их 4 часа. Я не знаю, что вы делали до этого. У нас такой случай тоже был. Там девушка была крайне недовольна и скрыла от нас, что она это все делала после Балийского солнца с сожженной кожей, сверху еще наклеила патчи. Ребят, ну, если у вас как бы сгорела кожа, под Балийским солнцем, вы еще сверху добавили патчи с янтарем. Ну, спасибо, как бы, да, что еще ничего не сделал. Не посолили, например, свое лицо. Можно было и так сделать. Здесь, понимаете, каждый... Ну, понятно, это индивидуально. Я же пробую очень много видов косметики. У меня у самого, например, я пробовала одну косметику, у меня вот здесь вот прям были такие отеки. Я три дня мазала тридермы и супрасим пила. Но все равно, как бы, понятно, что не только там, я сама, у нас огромная группа, которые участвуют в тестах, но все равно, если я как владельца бренда не знаю там, что, где, чего и как, то странно на это, как бы, отречать и реагировать. И у меня у самой, чтобы вы понимали, здесь очень чувствительная зона. И, ну, а что мне делать, как бы, те, кто эту косметику сделал, в которой у меня была такая аллергия, они не виноваты. Просто там все совпало. Я потом, извините меня, все женщины, надеюсь, в этом чате понимаем. Я не поняла, я, знаете, забылась. А у меня получилось, что я эту косметику тестировала перед началом критических дней. Чувствительность кожи, гормональный фон, все совпало. Может быть, если бы я эту косметику тестировала, после критических дней не было бы такой реакции. Но вот конкретно у меня, по конкретно этому бренду дало вот такой вот отек. Понимаете? Ну, я уже знаю, как со своими отеками бороться. То есть, у меня быстрое решение вопроса, тонкий слой тридерма и супрастин. Не очень хочется пить супрастин, не очень хочется мазать тридерма, но у меня съемки шли, и мне надо было быстро решить эту проблему, плюс мне надо было сразу же гримироваться. Поэтому я это честно вам говорю. То есть, вместо того, чтобы писать там прокламации этому бренду, я так подумала, почему так? Какие ингредиенты? Стали разбирать. Посмотрели, да мне вроде нет там ингредиентов, на которые у меня там типа супераллергия могла бы быть. Хотя я аллергичная, у меня был в детстве отек в инке. И стали разбираться. А потом смотрю, слушайте, я же совсем забыла. Я это протестировала в начало критических дней. Вот и ответ. Поэтому, дорогие друзья, все, кто пользуется косметикой, пользуйтесь ею с умом. И если вы, например, знаете, что вы аллергичны, не надо сразу на себя лепить и в них спать. Там я в черной маске сплю, и у меня все хорошо. Но это не значит, что вы в ней должны спать. То есть там написано 20-25 минут. Если вы 5 минут подержали патч, вы чувствуете какое-то жжение, конечно, снимайте. Не надо дальше это продолжать делать. Поэтому вот на, мне кажется, я достаточно развернуто ответила. И вообще к любому бренду относитесь крайне внимательно, потому что в зависимости от времени до суток, ваших критических дней, того, что вы поели, и очень многих факторов может быть очень индивидуальная реакция на любую лучшую в мире косметику. Тина, спасибо вам большое. Не будем отвлекать от вашего совещания. Но еще скажу, хочу поблагодарить вас за этот спрей. Он классный, он нормально стоит, и 70% спирта, потому что я сидела на озоне, там какие-то были дикие реально цены. Заказала? Мы очень хотели, мы хотели тоже, понимаете, кожу, вот я всегда объясняю, у меня же, как сказать, я вот в смысле, мы как ламе, в хорошем смысле этого слова, из-за того, что у меня были серьезнейшие ожоги, и я хотела как можно дольше сохранить там ту же кожу рук или кожу лица, то мы очень четко смотрим на мой запрос. У меня в силу того, что здесь татуировка, и как вы понимаете, мне очень сильно повезло, у меня были ожоги очень серьезные, у меня практически вторая степень была, и я не делала пересадку, у меня сама кожа восстановилась, никто даже не верил, что у меня не будет контрактуры, и у меня нет, слава богу, контрактуры, но как вы понимаете, любая сухость, естественно, мне очень сильно стягивает это кожу, потому что эта вся кожа, она выросла, и для меня вот увлажнение рук, ног, это просто вот must have, ну, ноги просто потому, что, ну, как бы, это часть эстетики, что ли, никто не хочет спать копытами, вот, но руки у меня отдельная тема, и поэтому, когда мы делали этот дезинфектор, я говорю, мне очень важно, так как я весь день, соответственно, им увлажняюсь, чтобы они обязательно не только дезинфицировали руки, но и увлажняли, и помните, что важно напоследок, как же сказать, лицо вы всегда можете порезать, всегда найдется хирург, который вам так, так, или вот так натянет лицо, но ни один хирург вам не натянет, шею, ни один хирург вам не натянет руки, поэтому лицо заканчивается там, где заканчивается декольте, А руки, поверьте мне, выдают возраст женщины гораздо больше, чем что-либо остальное. Поэтому ухаживайте за руками правильно. Ну и спасибо вам большое за столь высокую оценку нашего санитайзера. Спасибо вам большое, Дина. Очень приятно было с вами общаться. Взаимно. Спасибо большое. Давайте мы сейчас ответим на все ваши вопросы. Извините, у нас не было времени зачитать их Дине. Я зачитаю их здесь. Есть вот тут человек, товарищ, который писал в «Паникёр», что от патчей были отёки, ожоги. Потом сказал, что в патчах человек уснул. Ну, конечно, нельзя спать с патчей с санитарной кислотой. Так, что ещё? Можно ли заказать доставку в Москву? Конечно, можно. Я сама заказала через сайт. Привезли через два дня. Всё есть, всё можно. Слушайте, тут человек пишет, что в составах ненатуральные ингредиенты, ну, уже косметология и вообще вся бьюти-индустрия находятся на том этапе развития, когда натуральный ингредиент не означает «классный». Натуральные ингредиенты более аллергичны. Ну, и сейчас наука на той стадии развития, когда придумываются очень новые классные компоненты. Поэтому это ошибочно считать, что ненатуральные ингредиенты – это плохо. Какие витамины пить? Ну, ребят, это не слушайте людей в прямых эфирах, сдавайте анализы и спрашивайте у своего врача. Красиво, мимозок сзади. Классно, спасибо. Я готовилась. Хорошо, выгляните. Классно, спасибо. Так, школа красоты. Заходите на Ancelogy Beauty School, там вы всё узнаете. Слушайте, спрашивают про Альтеру. Альтера – это очень классный аппарат, очень эффективная процедура, но для определённого типа лица. То есть, если у вас мелкоморщинистый тип старения, то он вам очень подойдёт. Если у вас всё же лицо опускается, то надо думать и советоваться с врачом. Но я знаю людей, которые сделали Альтеру, у них очень классные результаты. Хвалят крем для шеи. Честно, не пробовала крем для шеи Ancelogy. Вот спрашиваю. Тина называла бренд косметики. Ёнки-йонки называется. Не ёлка, а Ёнки-йонки. Это корейский бренд. Очень классный. У меня тоже было пару средств. Умывание было. Да, я думаю, что те не можем доверять. Ну что ж, ребят, спасибо большое. До новых встреч в эфире. С вами было классно. Всем пока.